Предсказуемый крах финансовой пирамиды сегодня в самом разгаре. Филиалы МММ-2011 в России, на Украине и в Белоруссии закрываются. В международных офисах Сергея Мавроди прекращены выплаты. Наступает второй акт авантюрной драмы, хорошо известная по действиям МММ-90-х. Финансовому махинатору остаётся прикрываться обманутыми клиентами. Алматинские поклонники Мавроди просили не закрывать МММ-2011 во имя обещанного светлого будущего. В нашей кассе глобальной взаимопомощи в большинстве своём участвуют представители социально незащищённых слоёв населения. Это пенсионеры, инвалиды, студенты, которым МММ-2011 подарила светлую надежду в будущее. Таких наивных вкладчиков в стране 13% подсчитали казахстанские социологи. И чтобы ещё больше людей не попались в финансовые сети, власти Алматы поручили финансовой полиции всеми законными путями пресечь деятельность МММ-2011 в городе. Однако компетентные органы до сих пор не могут найти нужных методов борьбы с махинаторами и предпочитают заниматься теоретическими изысканиями. В этой связи, учитывая, что МММ-2011 является финансовой пирамидой, можно предполагать, что её вероятный крах повлечёт потери и сбережения вкладчиков. Деятельность финансовых пирамид в перспективе преследует цель хищения денежных средств вкладчиков. Тем самым подпадает под действие статьи 177 Уголовного козра Республики Казахстан, то есть мошенничество. Назорный орган также пока не выдвинул обвинения представителям и организаторам МММ-2011. Следствие до сих пор ведётся. Прокуроры хоть и поддерживают инициативу властей закрыть пирамиду в Алматы, но ждут, когда объявятся первые пострадавшие от золотых обещаний Мавроди. Безоговорочно поддерживая позицию Акима города Алматы, хотел бы попросить жителей города Алматы, чтобы они воздержались от участия в финансовой пирамиде. Так как, возможно, могут возникнуть обстоятельства, нежелательные для вкладчиков. Доследственная проверка на сегодняшний день проводится. По результатам этой проверки будут приняты соответствующие акты прокурорского надзора. Страны, где МММ-2011 уже закрыли, тысячи вкладчиков приступили к подсчётам потерь от своей легковерности. Как и 20 лет назад, когда от обещаний Мавроди пострадали миллионы. А в Алматы прокуратура и финансовая полиция ждут поправок к законе. Агирим Авдебек, Нурлан Куанышев, телеканал Алматы. Агирим Авдебек, Нурлан Куанышев, телеканал Алматы. Агирим Авдебек, Нурлан Куанышев, телеканал Алматы. Агирим Авдебек, Нурлан Куанышев, телеканал Алматы.